Стоп, стоп, прошу прощения, в жопу всё. Нет. Я извиняюсь, но я не могу это сделать. Я не буду этого делать. Я собирался сделать обзор со всеми этими скетчами с вратохранителем и чёрно-дырой, и сделать обзор на кровавые крылья, месть Иквоголового. Но, знаете что, я не могу. Я не могу написать обзор, я не могу сделать его смешным. Я провёл всю неделю, спяляясь в пустой монитор, и так ничего не написал, потому что я не знаю, как сделать его смешным. И знаете, в итоге я понял, когда срок уже подошёл, что даже если бы я смог написать что-то смешное, то я не должен был. И знаете почему? Потому что худшее, что я могу сделать, чтобы польстить этому... 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 куску говна, это убить на него больше трудов, чем чёртовы разработчики. Представьте, я провёл весь предыдущий месяц, играя в это, а когда я не смог доиграть, я полез в интернет, а потом попробовал поиграть снова, только чтобы найти ответ на один простой вопрос. Что это, блядь, такое?! И сегодня, сидя тут перед вами... Я прошу прощения. У меня нет ничего, никаких ответов, никакого обзора. Эта штука не поддаётся обозреванию. И попытка написать обзор загнала меня в мою личную чёрную дыру. Я прошу прощения. Честно говоря, я даже не уверен, что эта штука вообще существует. Я не понимаю, что я держу в руках. Что это?! Мне кажется, это какая-то тщательно разработанная насмешка над человечеством. Стой! Чей сейчас ход? Отвечай, ничтожество! Ой, бля, я забыл тебе сказать, чувак, извини. Мы не будем делать эту сценку с вратохранителем. Глупец! Я... Книгохранитель. Нет, серьёзно, братан, всё отменяется, я реально не в настроении сейчас. Да блин, я же уже взял на прокат плащ и всё остальное. Знаю, знаю, я прошу прощения, давай как-нибудь в другой раз. Но я хочу сейчас, я всю неделю тренировался. Я изгоняю тебя в чёрную дыру. Ой, слушай, нет, серьёзно, это жесть. И у меня-то вышло уныло. Я... Пчёлосмотритель. Боже, неужели я это написал? Эта идея ещё хуже, чем Скуни-бомж. Ладно, наверное, стоит рассказать хоть что-то об этой игре, но я предупреждаю. История игры «Кровавые крылья. Месть и Квакалоуа» длинная, загадочная и невероятно глупая. Никогда до этого мне не приходилось тратить своё время на проект настолько бессмысленный. И поверьте, если вы высидите этот обзор до конца, вы реально станете тупее по окончании просмотра. И мне вас жаль, для этого даже не обязательно в неё играть, такой-то отстой. Думаю, стоит начать с того, с чего начал я, когда копался в поисках старых говёных игр. А именно FMV-игр для серии обзоров, которую я делал. И вот я набрёл на эту. Да, три бакса, и я до сих пор чувствую, что надо мной грязно надругались, будто я заплатил за всех с обезьяной. С самцом обезьяны. В общем, когда я купил его, он шёл именно так, без всяких инструкций, без ничего. Именно так выглядела ваша первая с ним встреча. Ладно, давайте посмотрим, кто в ответе за это безобразие. Американская корпорация кинематографии и Бэт Интерактив? Зато, честно, а это Бэт. Да, я вас слушаю. Алло. Игру заела, что ли? Зашибись. Народ, да вы выжили всё, что только можно из этих продвинутых фулл-моушн-видео технологий. Такое ощущение, что экшен прям-таки вываливается из экрана. У вас в распоряжении самые новейшие разработки. И всё, что вы смогли, это запилить эту статичную, плохо освещенную хрень, на которую я трачу своё время. Подлатую старую коргу, которую едва можно разглядеть. Я видел для украшения для казонов на Хэллоуин, которых было больше жизни. И жути тоже. И учтите, это и есть вся заставка к игре. После неё нас сразу выкидывает в главное меню, потому что, судя по всему, это вся информация, которая нам нужна. Но знаете, у меня уже проблемы с этой долбанной игрой. Кто это, блять, такая? Где мы, блять, находимся? Это средние века? Она ведьма или чё-то бабка? Или она тыквоголовый? Кто такой, блять, тыквоголовый? Где находится этот мир тыквоголового и на кой чёрт меня туда понесло? И как я могу беречься тыквоголового, если я вообще не вдупляю, что происходит? В общем, я начал игру в надежде, что там будет что-то типа введения, но нет. Всё, что там сказано, это загрузка периферии. Периферии чего? Мира тыквоголового? У этого места более расплывчатое описание, чем у долбанного Terrain of Testament. Но, по крайней мере, последний Боин дал хоть какое-то объяснение в начале. Я даже не знаю, кто я в этой игре. Представьте этот дурдом, я только начал играть и уже полностью растерялся. Где я? Куда я иду? Что я делаю? Что это за херня? Как я её только что убил? И чем я стреляю? Выглядит так, будто я палю зелёными соплями из собственного члена. Почему эта штука превратилась в торнадо? Или она превратилась в тасманского дьявола? Торнадо стоит на месте, загораживая коридор, пока вы не зайдёте в него. И тогда случается вот это. Вы управляете рукой, а вокруг кружится уродский коричневый вихрь. Кто? Что? Где? Как? Ваш первый порыв начать ликать на зелёные и голубые кристаллы, которые вы видите. Но нельзя точно сказать, получается ли это. Иногда ваша рука смыкается и издаёт звук, иногда нет. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я даже не могу сказать, из-за кристаллов ли звенит рука, потому что чаще руке даже не обязательно находиться рядом с ними. А потом спустя минуту эта часть просто заканчивается, и вы возвращаетесь обратно. И такое происходит всякий раз, когда вы убиваете белых уродов. Появляется торнадо, как правило закрывая коридор, и его никак нельзя обойти. Вам нужно каждый раз высиживать этот полёт в буром облаке, где ничего не причиняет вам вреда и ничего не достаётся. Ещё в подземелье есть такие тутыки с огромными глазами на стенах. А между ними что-то вроде огромного постера или типа того. И опять, я понятия не имею, что мне делать. Я думал, что может я могу пойти в них как Гамби, но нет. И стрельба тоже не помогает. И на этом всё! Всё, что я могу здесь делать, это бегать кругами и стрелять, пытаясь найти конец уровня. В итоге эти белые твари убивают меня, я возвращаюсь в главное меню, в то время как группа детей говорит мне, что я просрал свою жизнь. И это всё, дальше пройти я не смог, я был в полном дупике. Всё, что можно было понять, это то, что ты появляешься в лабиринте, и белые твари стреляют в тебя. И кроме этого ничего, никаких пояснений. Игра что предполагает, что вы смотрели фильм Тыквоголовый 2? А также, по логике, что посмотрели Тыквоголовый 1? Я просто не понимаю. Знаете что, я был кинокритиком 3 года, мои обзоры печатались в журнале. Я специализировался на говёных фантастических фильмах и ужастиках. И даже я никогда не видел Тыквоголового, не говоря уже про Тыквоголового, мать его 2. А я видел Санту Киллера. Но вы можете сказать, что это, наверное, продукт для хардкорных фанатов, и необходимо знать и любить фильмы про Тыквоголового, чтобы полностью насладиться этой игрой. Окей, ладно суки, будь по-вашему. Потому что, несомненно, в игре появится дофига смысла после просмотра ёбаных фильмов. И знаете что? Я их посмотрел! Я посмотрел первую честь, только чтобы узнать предысторию второй. И на самом деле она довольно неплохая для фильмов про монстра. Уж точно лучше, чем мог бы быть фильм с названием Тыквоголовый. И это история про группу городских подростков, которые едут в хижину своего друга в каком-то зажопинске. Один из них в процессе бухого дураковаляния наезжает на своём байке на сына Лэнса Хендриксона и убивает его. А потом бежит с места преступления из-за страха попасть в тюрьму. Убитый горем Лэнс хочет отомстить подросткам и отправляется к жуткой семейке выродков, которые отходят его к ведьме, которая может вызвать демона мести известного местным под именем Тыквоголового. Короче, стандартный фильм про монстров с посылом «Не связывайся с деревенскими». Но, эй, он вполне катит, потому что Лэнс Хендриксон, как всегда, прекрасен. Лэнс Хендриксон. Лэнс Хендриксон. Лэнс Хендриксон. Лэнс Хендриксон. А потом я посмотрел второй фильм. Потому что вот такой я идиот. Это не выходивший в прокат сиквел, который не имеет ничего общего с оригиналом, если не считать того, что в нём есть тот же персонаж, которого зовут Тыквоголовой. Этот фильм настолько убог, что его даже стыдно ставить в ряд с остальными частями серии. Он начинается с того, что уродливого умственно отсталого пацана избивает и линчует группу парней, которые носят название «Красные крылья». Его несчастная мать в горе десятилетиями изучает темную магию, чтобы попытаться воскресить его. Но позже решает отказаться от этой идеи, потому что знает, что это заклинание выпустит в мир адское зло. А потом её сбивает машина, полная придурков, ловящих хайп от езды по лесам с выключенными фарами. Надо же, как они удивились, что это случилось. Эй, народ, я знаю, чем можно развлечься! О, блин! Кто бы знал, что всё этим кончится! В общем, когда они возвращаются посмотреть, что они сбили, старухи уже нет. Чёрт! Вот же крепкая корга оказалась! Для тех из вас, кто любит ехидные комментарии, вот что значит откатиться с отдачей. Тогда они решают пойти в лес и отыскать её дом. А внутри они находят её магические прибамбасы, включая те, которые нужны для обряда воскрешения. Старуха, которая, говорю сразу, не связана с колдунги из первого фильма, никаким боком застаёт их за копанием в её вещах и предупреждает, что всё это зло и несёт опасность. Ну, раз оно такое зло, какого чёрта ты оставила его посреди долбанной комнаты! Они также обнаруживают, что старуха слепая. Посему непонятно, нахрена она попёрлась на шоссе? Она пытается не дать Дэнни унести магическую хрень, повторяя, что та несёт зло. Тогда он оглушает её по башке фонарём и по случайности сжигает её дом вместе с ней. Ё-моё, впервые вижу, чтобы персонаж Ужастика превращался в такого мудака и так быстро. Он не только переехал пожилую слепую женщину на скорости 80 миль в час, но и присвоил себе её вещи, оглушил по затылку фонарём и потом сжёг заживо. И всё это для того, чтобы выкрасть какую-то буддовскую шнягу, в которой сечёт Фанки Брюстер, благодаря этим современным книгам, которые девчонки любят читать в старших классах. Нет, правда, это Фанки Брюстер. И скорее всего, именно из-за неё кто-то вообще слышал про этот фильм. Это ответ на вопрос, «Эй, а Сэлэл Мунфрай снимал с каких-нибудь фильмов?» И да, это было уже после уменьшения груди, извращенцы. Но, Сэлэл, если ты смотришь, я отвечу на вопрос, который я знаю, мучает тебя прямо сейчас. Моё солнце, моя луна, моё звёздное небо. Я бы всё равно прокатил твою сладкую попку на космических горках, а потом засадил бы в твои шикарные буфера, и плевать, насколько они большие! Космические горки — это мой член. Короче, ребятишки отправляются на кладбище и начинают откапывать тело сына старухи, чтобы использовать заклинания, потому что... Это прикольно? Давайте это! Дэнни, ты уверен? Да, правильно, мужик! Обратной дороги нет! Стоп, а почему? Вообще-то вы вполне можете остановиться сейчас. Вы можете просто перестать копать и идти домой. На самом деле, именно сейчас обратная дорога ещё есть. Но они продолжают, и, разумеется, заклинания воскрешают ребёнка в виде огромной машины смерти, которая, опять же, не имеет ничего общего с первым фильмом про тыквоголового. И он начинает убивать тех людей, которые убили его, а также всех остальных, кто попадётся. Я думаю, лучшая часть этого фильма — это камео слотного брата Билла Клинтона, Роджера, который играет Мэра Бабу. И да, он действительно один из лучших актёров в этом фильме! Серьёзно, персонаж Мэра Баббы — это просто нечто. Он проводит последнюю треть фильма, пытаясь убедить Шрипа не убивать тыквоголового. Почему? Потому что он считает, что непобедимый мифический демон, убивающий людей без разбора, привлечёт туристов! Ну, пожалуй, в этом есть смысл, то есть на Хрустальном озере водится Джейсон Вурхес, и это не мешает людям приезжать в этот лагерь каждый долбанный год. Что ж, давайте посмотрим, насколько это помогло нам прояснить, что происходит в видеоигре. По шкале от 1 до 10 я бы выбрал... Блэцки, ноль! Нигде в фильме нет ни намёка на подземелье или на стрельбу по белым демонам с зелёными соблями. Вообще ничего. Я к тому, что я ничего не узнал об этой игре, поэтому мне пришлось провести тщательные поиски. Под тщательными поисками я имею в виду, что я полез на Википедию. Но угадайте, что я нашёл! Нихуя! Большое, жирное, нихуя! Я нашёл статью про фильм, и угадайте, что там было? Одно предложение. Это, блядь, одна из самых неизвестных игр, в которые мне приходилось играть. В интернете о ней в буквальном смысле нет ничего. На GameFacts есть статья, но она абсолютно пустая. Никаких пошаговых руководств, никаких подсказок, никаких подробностей. Ничего. Всё, что я смог найти, был чей-то краткий текстовый обзор, короткое видео на Ютубе, и несколько сайтов с рекламными изображениями обратной стороны коробки. Я даже проверил сайт разработчика, и всё, что я получил, это несколько 60-пиксельных скриншотов. Я просто хотел найти хоть какие-нибудь инструкции, чтобы понять, как же, блядь, её играть. Или, по крайней мере, выяснить, что я, чёрт подери, должен был делать. Но нет, я выбрал игру, которая канула вечность. Я просто, я не могу поверить, что вся интернет-культура, во всей её бесполезности и великолепии, хорошо известная своей бездонной глупостью, при этом неутомимым терпением в прохождении самых дерьмовых, самых тягостных игр с самыми безумными препятствиями, повернулась спиной к мести тыквоголового. И знаете, что я сделал? Я купил ещё одну! Мне нужно было посмотреть в инструкцию, чтобы понять, как можно в принципе объяснить всю эту поебень, которая происходит. И вы... Вы просто не представляете, через что мне пришлось пройти, чтобы найти копию этой игры с коробкой и прилагающейся инструкцией. Отыскать эту игру сложнее, чем Святой Грааль. Если вы, антихрист... Томящийся дух пикоголового был выпущен на свободу и собирается отомстить живым. К несчастью для бедных душ Ференвудс, лучшее, что у них есть, чтобы остановить его, это вы. Эй, какая прелесть! Я заплатил деньги за игру, и она меня оскорбляет! Иди в жопу! Поздравляем! Вы были избраны хранителем душ. Ваша задача — оберегать души и защищать невинных. На вашем пути вам придется столкнуться с потоками энергии, морями лавы и бесконечной вереницей зловещих противников, а также вводящей в трепет музыкой, которая будет напоминать вам о быстром биении вашего сердца. Жуткая вводящая в трепет музыка, да? Меня радует, как руководство ставит музыку в один ряд со смертельными морями лавы и противниками, пытающимися убить вас. Как будто это еще одно препятствие, которое вы должны преодолеть. Так что вперед, хватайте пульт управления и погрузитесь в мистический мир, землю демонов, полную сюрприз демонов! Кто угодно и что угодно в этом мире будет охотиться за вами. Так значит, меня назначили душохранителем? Неудивительно, что вратохранитель всегда на нервах, если ему тоже приходится мириться с подобной херней. Кто конкретно назначил меня хранителем душ? Почему все хотят надавать звездюлей мне? Если мы имеем дело с загробной жизнью и мистическим миром, то могут ли вообще духи и души убивать друг друга? Хотите сказать, что какая-то божественная сущность наверхила все это для того, чтобы... защищать невинных? Блин, какая-то реально отвинутая религия нам попалась. Здесь настоящим источником силы являются прекрасные синие тантонические кристаллы. Вы можете использовать их силу с помощью специальных инструментов, но они также могут уничтожить вас. Ничего подобного в фильме нет! Никакого хранителя душ, никакого мистического мира, никаких долбанных тантонических кристаллов! Теперь слушай внимательно. Следующие несколько подсказок могут спасти твою жалкую жизнь. Во-первых, знай, что в мистическом мире есть порталы. Эти порталы позволяют тебе моментально переноситься в мир живых. На самом деле, ты попадешь в фильм, на котором основана эта игра. Это фильм ужасов, так что приготовься ужасаться. Чувак, я видел фильм. Мне лучше знать. Многие объекты из мира живых могут быть перемещены через порталы, использованы в мистическом мире. И это и есть ключ игры, активация порталов, которую я не знал, как делать, потому что не знал, как использовать интерфейс. Или, как зовет его инструкция, камень Гроникс. Ох, какой в этом смысл? Над вашим камнем Гроникса вырезаны углубления для десяти тантонических кристаллических кусочков. В этих кусочках кроется истинная сила мистического мира. Вы должны кликнуть мышкой, чтобы активировать ваш инвентарь, а потом активировать портал, перетащив один из синих камней в верхней части экрана на кадр из фильма. Очевидно, правда? Вы собираете кристаллы внутри дерматонелей. Неважно, кликая на кристаллы, когда они пролетают мимо. Да, дерматонели, название говорит само за себя. Короче, каждый раз, когда вы активируете порталы, вам приходится просматривать клип из фильма, что взбесило меня вдвойне, потому что я видел гребаный фильм, и он был говном. Во время просмотра вы должны шарить по экрану, как сумасшедшие, чтобы вытащить из фильма какой-нибудь предмет и запихнуть его в свой инвентарь. Подробнее об этом потом, но фактически это означает, что клипы нельзя проматывать, потому что в них весь смысл игры. Клипы разбросаны по всему уровню, и учитывая, как он построен, то, что вы будете смотреть их не по порядку, не только вероятно. Это практически неизбежно. В единственном обзоре этой игры было написано, что в ней все содрано с Дум. И поверьте, я бы хотел, чтобы это было правдой. Знаете почему? Дум не был полным отстоем! Управление построено таким образом, что сначала вы будто плететесь по коленам в грязи, но по мере движения вперед переходите на космическую скорость. Я провел половину игры, врезаясь в углы. И, кстати говоря, удачи со стрельбой по целям на больших дистанциях. Никакого альтернативного оружия здесь нет, только членосоплемет. У вас ограниченное количество зарядов, что видно по зеленой колбе в углу. И я нашел только одно место для пополнения заряда, потому что, очевидно, для мистического мира в порядке вещей имеют длинные зеленые светящиеся зарядные тоннели, построенные специально для этого. И когда я прошел через него, то получил самое большое одну десятую этого саплеметра. Да, спасибо большое, уебаны! Насколько я понял, пополнять количество жизней невозможно. И пока вы смотрите фильм, очередная альпиносская зараза может пристроиться к вам сзади. И пока вы будете медленно разворачиваться... Опа! Половины жизни нет! Я прочитал инструкцию до конца, и хотя она велит вам собирать предметы, потому что они могут понадобиться, нигде не написано, где и как именно их использовать. В итоге я начал экспериментировать сам. Я попробовал применить его, которое я нашел, и которое не дало ничего, кроме того, что из-за него управление графика становилось еще хуже, чем раньше. Тяжело поверить, я знаю. Зеркало, которое... Блестит, цепь с крюком на конце, которая цепляется к потолку и... Качается там без видимой причины или эффекта. Есть часы, которые ненадолго останавливают время, как мне кажется, а также есть несколько вещей, которые вроде бы ничего не делают. Кукла-ведьма из Блэйр, бонг, фонарь, огонь, гитара, картонная коробка, магнитофон, лопата, короче, не знаю. Мой любимый бесполезный предмет — это сигарета, потому что когда вы применяете ее, она убивает вас! Самая полезная вещь из тех, что я нашел, была связка ключей от машины, которая почему-то отпирала сундуки с сокровищами, в которых лежали... Синие штуковины и странные геометрические фигуры. Что черт побери, я здесь делаю? Понятия не имею, но по крайней мере у меня есть цель, правильно? То есть я просматриваю клипы из фильмов, собираю предметы и надеюсь, что в конце концов найду место, где их применить. Однако спустя час или около того я услышал, как дети снова подали голос. К этому времени я уже давно перестал удивляться творящемуся в этой игре. И на самом деле это выглядело как добрый знак, в смысле я собирал предметы, и это было первое конкретное указание, данное мне за всю игру. Я решил, что я на верном пути, но спустя несколько минут дети заговорили снова. Слушайте, мелкие засранцы, даже если бы я хотел вернуть предметы, я понятия не имею, где и как это сделать. Что? Что? Вы уничтожили весь мой инвентарь? Что? Это пиздец, это просто ёбаный пиздец. Ты уничтожил, ты уничтожил. Тыква головы! Мишка, ты слышишь? Это вопль полной бесконечной муки. Моё сердце издало такой звук, когда я впервые увидел, как Соник превращается в оборотня. Спуни издаёт его сейчас. Думаешь, надо пойти ему помочь? Ты шутишь? Меня только что приняли в Братство Стали. Это самая уёбичная игра, которую я видел в своей жизни! Вот! Вот насколько я смог к ней продвинуться. Я прошу прощения, правда, но я не смог пройти даже первый блядский уровень. Что эта игра хочет от меня? Я прочёл всю инструкцию, там говорится, что надо собирать предметы, и теперь игра наказывает меня за то, что я их украл. И теперь она серьёзно ждёт, что я пойду обратно и буду заново просматривать все эти уродские клипы, чтобы собрать предметы по новой! А не пошли бы мы лесом! Знаете что? Если бы демон когда-нибудь захотел отомстить этому миру, он бы не нашёл способа лучше, чем вот это. Потому что это не игра. Это, блядь, пытка. Это самая точная имитация вечности в горящем аду из когда-либо созданных. Но знаете, что здесь есть? И хорошая сторона. Хорошая сторона. Видите? У людей, которые сделали эту игру, реально хватило смелости написать свои имена в задней части этой ёбаной инструкции. Не клянусь богом, если я когда-нибудь найду кого-нибудь из вас, уроды, я вас нахуй урою! Я заколю вас в мозг! И... Эта игра... Просто невероятно, насколько эта игра уёбищна, твою мать! Озвучил Псих. Набор текста Свенту Видло. Перевела Доминика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова